Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Паралепименон. И сегодня мы будем читать 13 главу. 18-й год царствования Иерваама, имеется в виду Иерваам, сын Наватов, воцарился Авия над Иудой. Три года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его Михаия, дочь Уриилова из Гивы. Надо сказать, что Авия царствовал как бы неполных три года, то есть особого благословения для этого правителя не было. И была война у Авии с Иерваамом, то есть война между Иудеем и Израилем. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, то есть готовых к сражению, готовых к риску. Из 400 тысяч человек отборных, то есть искусственные войны. А Иерваам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных и храбрых. И стал Авия на вершине горы Цема-Раимской, одной из гор Ефремовых, и говорил «Послушай меня, Иерваам и все израилетяне», то есть царь Иерусалима и Иудея обращаются к царю израилетян и к израилетянам. «Не знаете ли вы, что Господь, Бог Израилев, дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли вечному?» Имеется в виду, что совершались определенные обряды, действия, преступления в наследовании Давиду. «Но восстал Иерваам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего, и собрались вокруг него люди пустые, развращенные, и укрепились против Иерваама, сына Соломонова». Действительно, поддержать непосредственно Иерваама, сына Наватова, могли только люди развращенные, люди пустые, то есть люди без духовных каких-то ценностей, без нравственных и моральных установок. Как бы, скажем так, с религиозной точки зрения, духовная жизнь Израиля, она была не каноническая. Каноническая была только жизнь Иудеи, где был Иерусалимский храм, где были левиты. А любой раскол всегда оказывается такой сточной канавой, куда стекают все отходы, которые никому не нужны. Поэтому здесь так и говорится об этих людях, которые собрались вокруг Иерваама, люди развращенные, пустые. И укрепились против Иерусалимского храма, сына Соломонова. Иерусалимский храм, который был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. Вот он опять называется «молод и слаб сердцем», хотя ему было 41 год. То есть какой-то недозрелый человек. «И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что у вас великое множество». То есть непутевые люди, пустые люди, развращенные, они всегда надеются на собственное количество. «Потому что у вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иерваам сделал вам богами». Давайте вспомним, чтобы израильтяне не ходили три раза в год в Иерусалимский храм. Иерваам, сын Наватов, сделал им изображение золотых тельцов, чтобы они поклонялись им земле Израиля. «Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель?» А тогда можно было ставить только из колена Левина, из сынов Аарона. Поэтому это были самосвяты. У раскольников часто их священниками являются, в общем-то, не священники. «Всякий, кто приходит для посвящения своего стельцом и семью овнами, делается у вас священником лже-богов». То есть, всякий, кто дает взятку, он может устроиться и стать священником действующим. То есть, был определенный тариф, как приобрести эту должность. «А у нас Господь, Бог наш, мы не оставили Его. И Господу служат священники, сыны Аароновы, то есть каноническое священство, и левиты при своем деле. И сожигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник, лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа, Бога нашего, а вы оставили Его». То есть, раскольники вот эти, они как бы оставили истинное богопочитание через неканоничность своего служения, своего священства. И вот у нас во главе Бог и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Эти освященные трубы брали на войну. Мы видим, так было еще в одни Иисуса Навина, когда обходили Ерихон, и священники трубили в эти трубы. «Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». То есть, война Израиля с Саудеем, на самом деле, это война не канонической религиозной структуры, а канонической, то есть война негодных людей против Бога. Потому что восстающий на помазанников божьих, он как бы касается ока Бога. Такой образ есть в Библии. «Между тем Иерваам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади, и возопили они Господу, а священники затрубили трубами». То есть, пока царь Иудеев выступал, противники его как бы сделали обходной маневр. «И воскликнули иудеи, и когда воскликнули иудеи, Бог поразил и Иерваама, и всех израильтян пред лицом Авии и Иуды». Ну, так же было и при разрушении стен Ерихона. Они сначала трубили в трубы, а потом они громко все воскликнули, и стены Ерихона рухнули. «И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки им. И произвели у них Авия, и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных». То есть, до полмиллиона. «И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильные сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих. И преследовал Авия и Иерваама, и взял у него города Вифиль, и зависящие от него города, и Ешану, и зависящие от него города». То есть, это были такие области, а вот эти города, названные, они были как бы столицей каждой области. «И не входил уже в силу Иерваам во дни Авии, и поразил его Господь, и он умер». То есть, Иерваам, сын Наватов, умер. Ну, в книге «Царей» более подробно рассказывается об Иервааме. «Авии же усилился и взял себе 14 жен, и родил 22 сына и 16 дочерей». «Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Ады». Этими словами оканчивается 13 глава. Продолжение следует... Продолжение следует...